На неделе американский президент Джо Байден заявил о геноциде армян Османской империи в 1915 году. В США они стали первыми. Первопроходцем был Уругвай еще в далеком 1965 году. Его премьеру последовали Франция, Италия, Швейцария и ряд других европейских и южноамериканских стран. Россия это сделала в 1995 году. Главный вопрос. Почему в США это сделали именно сейчас? Некоторые считают, что Байден выполнял предвыборные обещания. Возможно, но почему так скоро? Не прошло и 100 дней у власти. Для американского избирателя это вряд ли первоочередная необходимость. Еще одна версия. Попытаться снизить растущее влияние Эрдогана. Уж слишком независимую внешнюю политику он ведет. Тоже возможно, однако есть причина посерьезнее. Этим решением Байден, возможно, пытается вернуть потерянное влияние в Армении и на всем Южном Кавказе. Вы же понимаете, что в большой политике никаких случайностей не бывает. И данное заявление Байдена, оно прозвучало в контексте, безусловно, и в неочередных парламентских выборах в Армении, и в контексте того, что США пока что лишились рычагов влияния на происходящие в регионе события. Данное заявление, это, безусловно, прежде всего политика в чистом виде. Именно Россия, а не США, разрулила многолетний армяно-азербайджанский конфликт. Это сильно ударило по самолюбию новой администрации Белого дома. Как так? Пашинян ездит в Кремль и слушается Путина. Вашингтон показывает силу, пытается восстанавливать свою гегемонию в мире жесткими действиями. Соединенные Штаты осуществляют перезагрузку своей роли в мире, пытается показать, что мы номер один и будет так, как мы хотим. Во всех конфликтах, во всех ситуациях, во всех регионах мы должны быть главными. Кремль не стал отмолчаться и отреагировал на это решение. Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это нежелание сострадать армянскому народу, нежелание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении. Запад, видимо, делает ставку на максимально возможный отрыв Армении от России и прихода поддержки там прозападных сил накануне выборов. С этой целью делаются подобные шаги. Решение президента США – это психологический мотиватор для народа Армении, который испытывает горечь военного поражения от Азербайджана. Однако это может быть ловушка. Главная задача США – не нести мир, а попытаться раскачать лодку. Это, безусловно, прежде всего политика в чистом виде, где США решают свои политические задачи, используют тему как разменную монету в своих политических целях и задачах. Сейчас главный вопрос – что будет через пять лет? Будут ли те базовые принципы, согласованные в трехстороннем заявлении, реализованы по масштабе или нет? Вот за это сегодня идет борьба, и здесь война, которая идет в информационном поле, в поле аналитическом. Она, может быть, будет не менее важна, чем, собственно, военная часть, которая была закончена в ноябре прошлого года. Возможные последствия налицо по США и Армении прокатилась волна провокаций. В ходе факельного шествия, приуроченного к Дню памяти геноцида армян, экстремисты сожгли турецкий и азербайджанский флаги. В центре Лос-Анджелеса радикально настроенные активисты из Армянского национального комитета Америки устроили акцию, повесив манекен, завернутый в азербайджанский флаг. Радикалы своими выкриками призывали фактически к этническому насилию в отношении турков и азербайджанцев. Президент Азербайджана во время телефонного разговора с лидером Турции Эрдоганом назвал решение США признать геноцид армян исторической ошибкой. После этого заявления президент Азербайджана позвонил государственный секретарь США. В разговоре с Энтони Блинкином Ильхам Алиев отметил, что Турция является близким другом и союзником Азербайджана, играет очень важную и позитивную роль в Закавказском регионе в поствоенный период. И это заявление президента США было с обеспокоенностью встречено руководством и общественностью Азербайджана. Блинкин констатировал важность дальнейшего укрепления связи, отметив сотрудничество в области энергетической и региональной безопасности. Подчеркнул значимость успешной реализации проекта Южного газового коридора. Высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане. Также в ходе беседы Блинкин и Алиев обменялись мнениями о ситуации после армяно-азербайджанской войны. Ильхам Алиев рассказал о восстановительных работах на разрушенных армянами территориях Азербайджана. Алиев также подчеркнул важность открытия коммуникаций. Звонок Блинкина говорит о том, что в США решили смягчить негативную реакцию Азербайджана. Ясно одно, этим признанием Байден вступил в новую битву за влияние на Южном Кавказе.